Сделано в Самаре специально для космодрома Восточный. Из-за дождливого климата Амурской области ракета-носитель «Союз-2-1А» стартует не с открытой площадки, как на Бакануре или Плесецке, а из мобильной башни обслуживания. Потому ракета-носитель снабжена парой и газоотводами за пределы башни. Добавится и система видеонаблюдения. Во время полета ученые смогут получать картинку с борта ракеты-носителя в реальном времени. Состав с ракетой-носителем вышел из цеха сквозь так называемые космические ворота. Считается, что те летательные аппараты, которые прошли сквозь них, ждет счастливая судьба. Однако заводчане все равно волнуются, ведь впервые ракете-носителю предстоит преодолеть путь в 7 тысяч километров по железной дороге. Маршрут выбран извилистый, без спусков и подъемов. Доставка особого груза на особых условиях. Со скоростью не выше 60 километров в час до восточного ракета-носитель дойдет за месяц с небольшим. В путь состав проводили гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кириллин, гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и вице-премьер страны Дмитрий Рогозин. Именно самарцы, по сути дела, своим изделием ракетным открывают дорогу для России, свободный путь в космос, с нашей территории уже. Нам нужен гражданский свой космодром, нам нужны полные, абсолютные, стопроцентные гарантии выхода в открытый космос. И вот ракета «Союз» открывает эту дорогу. Тем более, что «Восточный» под нашим во многом техническим руководством строится. Наш «Тежмаш» Сызранский поставляет основной металл, не просто металл, а все конструкции, стартовые площадки, столы стартовые. То есть тоже ключевую роль играет наше предприятие, самарское предприятие. Первый запуск космодрома «Восточный» запланирован на декабрь этого года. Ракета-носитель «Союз-2.1А» выведет на орбиту космический аппарат «Ломоносов» и созданный в Самарском аэрокосе малый космический аппарат АЭС-2Д и наноспутник. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.